Всем доброго времени суток, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер, и в текущем видео хочу предложить вашему вниманию расклад на тему «Почему не клеятся отношения?». Для кого подойдет этот расклад? Для тех, кто уже состоит в отношениях, но не важно в браке вы или не в браке, понимаете, что что-то идет не так, либо у отношений нет развития, либо в целом появилась какая-то стагнация. Для тех, кто на текущий момент в ссоре, в разрыве, либо вы находитесь на расстоянии, либо, например, у вас это обсожительство, либо вы в любовном треугольнике и так далее. Единственное, для кого не подойдет этот расклад, для тех, у кого отношений с загаданным вами партнером нет уже на протяжении года, двух и более лет. В этом случае не пишите мне, пожалуйста, глупый комментарий, что как так или почему так происходит. Нет смысла просматривать те отношения, которых у вас не существует уже очень давно. Безусловно, имеет место быть, есть какой-то один, два, три процента из того, что человек к вам может вернуться, возобновятся ваши отношения, но вы же понимаете, что это толика крайне мало. Поэтому подходите ко всему логически из позиции реалий, да, того, что у вас происходит на текущий момент. Работать мы сегодня с вами будем с двумя колодами. Колода Чиро Марчетти, называется Таро Снов и Золото Таро Ботичели. Первая колода у нас будет основная, она будет показывать основу ситуации. Вторая карта у нас будет дополнительная. Мы будем смотреть корень ситуации, что вам в текущем, скажем так, в текущем положении вещей делать, как себя вести. Как вы уже знаете, особенно те, кто смотрит давно мой канал, всего у нас с вами будет 8 вариантов. Ваша задача настроиться на расклад. Расслабьтесь, не переживайте, не нервничайте. Вы должны быть предельно сосредоточены на вашем партнере, визуализируйте его. Если знаете дату рождения, проговаривайте и его, и его, и свою, и ваши имена. Если дата рождения партнера вам неизвестна, просто визуализируйте вашего человека. Итак, первые 8 арканов я выкладываю. Мы смотрим суть происходящего в ваших взаимоотношениях на текущий момент. Последующие карты мы будем тянуть из золотого торопа течения. Так, основа ситуации. Почему не клеятся отношения? Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Даю вам время сосредоточиться, настроиться, выбрать свой вариант. Некоторые, конечно, смотрят несколько вариантов. Там второй, четвертый, да, у каждого по-разному. Безусловно, вы тоже можете загадать несколько партнеров. Но если, например, вы смотрите одного человека, то смотрите именно тот вариант, которым вас станет интуитивно, либо который вам первым пришел в голову. Хочу напомнить абсолютно всем, что я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. Это не значит, что я неверно взяла колоду в руки. Демонстрирую вам, что у меня здесь в стопке как прямые арканы, так и перевернутые. Перемешку. В процентном соотношении 50 на 50. Поэтому, если в ваших вариантах выпадут все перевернутые арканы, ну, значит, такой информационный поток, и именно в таком положении вам нужно донести информацию. Так, ну, думаю, вы уже настроились. Давайте все-таки смотреть, что уже происходит. Итак, текущее положение вещей у тех, кто выбрал первый вариант. Что же у нас здесь такое? По десятке мечей. Либо здесь у вас ситуация разрыва, либо у вас ситуация развода, либо в целом ситуация окончания. Например, вы могли разъехаться, разойтись, попытаться пожить друг от друга отдельно, да? То есть ситуация завершения. Либо, например, у вас уже состоялся разрыв, и какой-то период вы уже не вместе. Давайте посмотрим, в чем корень этой проблемы, почему так произошло. Ну, по восьмерке Пентакли. Смотрите, как здесь может отыграться. Либо вы, либо ваш партнер могли быть слишком зациклены на работе, то есть в целом отдавать себя именно заработку, карьерному росту и так далее. Либо же кто-то из вас был материально зависим, либо имел меркантильный интерес. Это как одно истолкование, да? Давайте я уточню, что же здесь все-таки имело место быть. Так, ну здесь, кстати, у вас могли не сойтись интересы, либо были споры, либо разногласия, также по поводу совместного бюджета, семейных трат. Либо, например, вы понимали, что партнер у вас может финансово не тянуть, либо вы не готовы были тянуть его на своей шкуре, да, как говорится, все самой абсолютно делать в этой ситуации. И у вас утомило это положение вещей. Давайте же посмотрим, что вам в этой ситуации делать. Совет. Совет перевернутая четверка пентапы. На чем здесь говорят карты? Либо человек мог вас каким-то образом обогнать в материальные долги, либо вы все-таки от него могли быть материально зависимы. Поймите, один и тот же вариант может проиграться в нескольких ситуациях. И, как говорят здесь карты, вы упорно держитесь руками и ногами за этого мужчину, за этого товарища, да? Ну, либо мужчина держится за женщину. И что же здесь? Ну, здесь по аркану правосудия, либо у вас все-таки будет ситуация развода, потому что правосудие, оно указывает, как правило, на ситуацию раздела имущества в данном случае, если вы в браке. Если вы не в браке, то здесь необходимо равноценное решение вопроса финансов, либо касаемо семейного бюджета, да, бюджета вашей пары, чтобы обе стороны полноценно привносили деньги, да, в семейный бюджет. Так, и что у вас здесь? Не пребывать в иллюзиях. Действовать трезво, действовать здраво. И, как говорит карта, итоговая у вас смерть. Давайте я вам покажу все в совокупности. Здесь вы понимаете, что, например, делюшка этого имущества неизбежна. И ситуация, вот по сути, если вы остановите свои отношения, либо попытаетесь их восстановить, она не поменяется, потому что вы готовы здесь меняться, вы готовы работать, готовы вкладываться, а партнер не особо к этому стремится. Поэтому здесь, к сожалению, все идет к завершению. И вам это необходимо принять как данность. Потому что смерть – это ситуация перемен, кардинальных, для вас ситуация трансформации, окончание старого цикла и начало нового. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Перевернутая башня. Либо ситуация ссоры, накала страстей, разрушения, либо споры по поводу жилища, либо же в целом это попытки, знаете, как отстроить что-то на пепелище. Склеить разбитую чашку. Еще здесь может быть так. Давайте посмотрим, в чем же корень ваших проблем. Корень ваших проблем по шестерке кубков, что либо вы не можете отпустить прошлое эмоционально, в чем-то залипли, либо на вас сильно влияют родственные связи, мнения ваших родителей, близких, братьев, сестер, либо, ну, тут, понимаете, здесь накал страстей. Либо здесь могут быть перипетии из-за деток. Особенно, например, если детки в браке, ну, вы знаете, допустим, мама с детьми, отец не родной, да, либо наоборот. Здесь могут быть перипетии из-за детей. Еще вот такой момент. Что вам в этой ситуации делать? Ну, как говорят карты, обнулить, начать с Сузанна, попытаться построить, отпустить прошлое, забыть его и забить на него, на это прошлое. То есть не живите прошлым, живите настоящим и будущим. Потому что по карте дурак, может быть, в чем-то нужно быть сумасбродным, легким на подъем, решиться на какие-то кардинальные перемены. Потому что, смотрите, у вас здесь тоже, видите, перевернутая важность. Ситуация крушения, которую вы пытаетесь преодолеть, пытаетесь изменить. Все же, получится ли у вас это? По семерке жезлов получится. Сможете вы отстоять свои права, свои полномочия, но только при условии того, что вы не будете жить в прошлом. Либо вы не будете, скажем так, позволять своим родственникам, своим близким вами манипулировать и каким-то образом влиять на вас и на ваши с партнером отношения. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Это основа вашей ситуации. Что ж у сегодня всех все так печально? Вот разрыв, разрыв, разрыв. Прям у всех, как я не знаю. Везде идет ложка дегтя в бочке меда. Перевернутая двойка кубков. Карта ссор, карта разъединения, разногласий, непонимание, конфликты. Либо когда уже эмоции иссякли в отношениях. Так, либо это, знаете, может быть какой-то разрыв взаимоотношений под действием, под накалом эмоций и страстей. Давайте же смотреть, в чем корень вашей ситуации. Что мужчина, например, резко, молниеносно вышел из ваших отношений. Знаете, как обрубил все резко, болезненно, либо в целом мог уйти по английски, не прощаясь. Что вам необходимо здесь делать? Так, проявить активные действия. В какую сторону? Давайте уточним. Ага, дьявол. И перевернутый мир. Как говорят карты? Вот знаете, вот здесь, именно по этой триаде, прям напрашивается. Вот чем дальше пошлешь, тем ближе будет. Если вы хотите привязать мужчину к себе, ушел, пусть идет. Обрубите, заблокируйте, выкиньте из головы, потому что перевернутый мир. Ушел, уходи по-английски. Уходи, не возвращаясь. Вот тем самым, когда вы за мужчиной бежать не будете, не будете его цеплять, вы его очень сильно привяжете. Тем самым, не только сможете удержать эти отношения, но и развить их. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Здесь у нас падает перевернутый жрец. Здесь смотрите, какая ситуация. Либо ситуация лжеотношений, когда вы заведомо понимаете, что отношения не имеют развития. Например, вы в браке, мужчина в браке, да, оба не свободны, либо кто-то из вас не свободен. И как следствие, вы понимаете, что здесь ряд проблем и причин, которые являются преградой на пути к вашим взаимоотношениям. Здесь могут быть разные абсолютно взгляды, ценности на жизнь. Это тоже абсолютно может мешать вам. То есть разная вера, разный менталитет. Давайте все-таки уточним, в чем корень ваших проблем. Ну, во-первых, сам по себе здесь момент упущенных шансов перевернутых ту спинтакль, потому что карта говорит, что возможно были перспективы развития отношений, но упустили вы, либо вы, возможность, либо ваш партнер. Давайте я уточню, почему. Ну, вот ситуация двойственности, ситуация выбора. Кто-то из вас сделал неверный выбор, либо ваш партнер, либо вы. Знаете, как просчитались. Что вам теперь необходимо делать в этой ситуации? Ну, ситуация ожидания, ждать, не форсировать события, не торопить. По семерке пентак, это, знаете, как ждать урожая своего труда, или добиваться плодов своего труда. По пятерке мечей, вам, знаете, как хочется снести голову своему товарищу, это карта злости, карта мисти, карта агрессии, серии, ну, я тебе устрою, я тебе покажу, пусть киномальт. Это, знаете, как отсечь голову и принести его мадам. Я бы это даже так сказала. Но к чему это, так как приведет, что же делать? По девятке жезлов, это, знаете, эмоционально закройтесь, отстаивайте свой интерес, остойте на своем. Если вы будете поступать именно так, вы сможете преломить ситуацию и ход развития событий в свою сторону, так как вы хотите. Тут уже, как говорится, решать вам. Так, для тех, кто выбрал у нас пятый вариант, что же у нас здесь отшельник? Ну, по этой карте, знаете, либо отношений на текущий момент нет, либо не в ситуации стагнации, либо здесь одиночество вдвоем. Независимость от того, браке вы не в браке, либо здесь треугольник, неважно. Это, знаете, когда... Это нельзя даже назвать отношениями. Это какие-то временные встречи, временное приятное времяпрепровождение и не более того. Если вы находитесь в браке, то, знаете, как сожители под одной крышей. Давайте посмотрим, в чем корень ваших проблем. Так, ну вот здесь, по восьмерке кубков, кто-то из отношений вышел. Либо вы, либо ваш партнер. Здесь, кстати, может быть играть роль ситуация расстояния, поездки, переезда, тоже имеет место быть. Либо кто-то постоянно находится в разъездах. Что вам делать в этой ситуации? А, здесь все-таки у нас перевернута треугольника в ситуацию любовного треугольника. Ну, давайте посмотрим, что же вам здесь делать. Давайте дотянем. Если вы королева жезлов, это четко отставить свои интересы, не соглашаться на тот формат взаимоотношения, который вам предлагают. И если это вы все-таки не вы, королева жезлов, та женщина овни на стихии, это овен, лев или стрелец, вы понимаете, что, например, мужчина рано или поздно при малейших трудностях уйдет к этой женщине. Поэтому, как говорит вам карта, если, например, о любовном треугольнике вы еще не знаете, то в любом случае тайна скоро станет явным. Если вы знаете о его существовании, то вы перевернуты жрицы в связке с этими арканами, не, скажем так, соглашайтесь на роль любовницы, не соглашайтесь на роль второй скрипки. Именно в этой ситуации вы только проиграете. Не всегда роль любовницы является плачевной, но в текущем случае это и баб не сыграет на руку. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант, суть основной ситуации, король кубков. Моя ж ты рыба, моя ж ты радость. Король кубков, мужчина водной стихии. Рак, скорпион или рыбы. То есть развитие отношений здесь четко зависит от этого товарища. Если у вас мужчина не водной стихии, у него может быть асцендент в таком знаке, либо он в целом может себя повести. Мужчина крайне эмоциональный, подвержен он постоянно накалу страстей или избытку эмоций. В чем корень вашей ситуации? Что по восьмерке мечей вы связаны по рукам и ногам в этих отношениях. Либо оба не свободны, либо кто-то не свободен, либо здесь ряд обстоятельств вашей ситуации, которые мешают эти отношения развивать. Не знаю, работа, расстояние, родственники, дети. Ну, ситуация может быть масса, да? Что вам в этой ситуации делать? А вот ваш падает снова перевернутый король кубков. Знаете, как масло масляное. Гуляющий ваш товарищ, что могу вам сказать? Перевернутый король кубков мужчина с зависимостями. Зависимостями какого рода? Алкогольной или наркотической, или игромане, или ходу по бабам. Как вам говорят карты? Оставьте этого товарища. Счастье он вам принесет. Все равно, вы знаете, постоянно будете в режиме ожидания, постоянно будете одна. Если вы готовы к таким отношениям, они вас устраивают, не вопрос, делайте. Но, как говорят карты, из этого ничего не выйдет. Видите? Перевернутый, повешенный. Аркады вам здесь четко советуют пожертвовать этими отношениями, перестать быть жертвой. Иначе просто вас засосет, как в трясину. Так, для тех, кто выбрал, седьмой вариант. А тут у нас восьмерка жезлов, карта скорости. Либо любовь с первого сгода, либо быстрое развитие отношений, быстрое развитие ситуации. Здесь также может быть знакомство, интернет-роман, по переписке, на расстоянии. Либо знакомство в поездке, либо человек у вас на расстоянии, да, иностранец. Но все, что касается дорог, переездов, связей через интернет, давайте будем смотреть, в чем же корень ваших проблем, почему не клеятся отношения. Нет гармонии, нет взаимопонимания, либо слишком разные, либо не готовы идти к друг другу на компромисс, как вот два таких твердолобых уперлись, и каждый настаивает на свое. Что вам в этой ситуации делать? Ну, во-первых, не показывать свои эмоции, уметь их контролировать, потому что если покажете и дадите слабину, только проиграете. Здесь надо быть четко, такой вот жесткой, прямолинейной, либо так, как я сказала, либо никак иначе. Потому что, видите, по перевернутому пажу Пентакли это идет потребительское отношение к вам. Кстати, очень часто эта карта указывает на мужчин-альфонсов. Причем, знаете, вот медленных на подъем, которые много обещают, но мало делают. О! Вот здесь, понимаете, вот если вы будете отстаивать свои позиции, вы даже можете, скажем так, подвести мужчину к предложению руки и сердца, да, к каким-то далеко идущим возможностям. И вот тогда, если вы правильно будете выстраивать модель поведения, вы можете этого товарища заполучить в качестве супруга, либо постоянного партнера, потому что сам по себе король-сигнификатор это мужчина-партнер, мужчина-супруг. Поэтому, если вы займете правильную позицию, вы можете привести к положительному развитию ваших взаимоотношений. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, здесь у нас падает, опять нет гармонии. Да что ж такое? У всех накал страстей, потому что нет взаимопонимания. Знаете все почему? Мало мы стали говорить. Каждый замыкается в себе, никто не хочет проговаривать свои недовольства, свои обиды, какие-то конфликты затаенные. Так, в чем же корень вашей ситуации? Здесь перевернута луна, карта непонимания. Это, знаете, нежелание чувствовать друг друга. И вообще перевернута луна, это вообще карта обмана, измен, неверность и коварство. Что вам в этой ситуации делать? Если вы королева Пентапли, сейчас я дотяну, посмотрю, что здесь, то вот в связке с этими картами у вас есть соперница, и вы четко это понимаете. И по перевернутой императрице, кстати, можете стать в статусе бывшей супруги. Ну давайте, то есть кто-то претендует на ваше место, я вам скажу так. Давайте смотреть, что же вам тут делать. Так, что же делать? Ой, да что делать? Перевернутая десятка мечей, это, знаете, если вы готовы простить эту ситуацию, действительно простить, оставить ее позади, то это заново выстраивать на обломках, на осколках ваших отношений, вашей семьи, выстраивать ваши отношения на ново. Если вы простить не готовы, четко это понимаете, то забудьте, перечеркните, вычеркните. Потому что по десятке мечей, это, знаете, ну как содрать себя кожу заживо и пытаться заново что-то каким-то образом восстановить. Но слишком для вас это тяжело. Видите, ситуация тупика. Не уверена, что вы здесь можете эту ситуацию простить и самое главное отпустить. Это, знаете, даже когда вы помиритесь с партнером, постоянно будете вспоминать ему и тыкать. Вы же понимаете, что здесь нет перспектив развития отношений. Вот таким и вышел сегодняшний расклад. Не очень, конечно, радужным, но тем не менее, возможно, это вам поможет сделать какие-то выводы, переоценку системы вашей ценности, переоценку ваших взаимоотношений и, как знать, для кого-то этот расклад поможет отношения наладить, либо посмотреть на них с другой стороны. Искренне буду рада, если он вам поможет. Но я вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер и до новых встреч.